Ребята, всем привет! Это мой новый влог, и не просто влог, а влог из Парижа. Сейчас я нахожусь в аэропорту. Я очень сильно заморочилась в этот раз, собрала луки в поездку. Обычно я так не делаю, но в этот раз я собрала 5 или 6 луков, образов, которых я буду каждый день ходить. И, сказать честно, я очень боюсь летать зимой. Самое интересное со мной произошло на паспортном контроле, потому что, когда я дала свой загранпаспорт, девушка очень долго смотрела на меня и на мой паспорт, потому что я очень сильно изменилась с тех времен, мягко говоря. И она не поверила, что это я, и попросила у меня другие мои какие-то документы, удостоверяющие личность. Я сказала, что у меня с собой ничего нет. Она попросила меня расписаться на моем билете, такой же росписью, как у меня в паспорте. Я расписалась, она меня пропустила, но она сказала, что я не похожа на себя. А вот и Карина Соскова. Привет! Привет! У нас новый год, а ты бургер включаешь? Привет! Привет, как смотри, это все наше? Это один стол? Да, привет! Привет, Ален, привет! Привет, привет! Наконец-то ребята пришли, а мы уже здесь так посидели, что я уже хочу уходить отсюда на все, что ты съела, да? Да. И больше, наверное, не хочешь, да? Нет. Я заказала себе вот такой чизбургер, и, как вы видите, я вот столько съела, и я больше не хочу, не могу и не буду. А я хочу кофечку! Коточка? Я тоже захотела кофе. Ладно, скажи, ты влог снимаешь? Сейчас нет, но буду. А что ты будешь снимать? Начну в Париже. Ну что ж, ребята, вот мы наконец-таки уже в самолете. Это Оск, это Карина. Мы сидим с ним чуть ли не зря. Да, но они так любят, поэтому им ок. А я ненавижу сидеть далеко от Славик, и поэтому мы сюда сейчас вместе. Я только видела, сказала, что ее плейлист состоит только из моих песен. И из песен любые. Эта песня знаешь, такая? Да. Почему, наверное? А почему? А без момента какой-то классный. Не зависит от того, что мне нравится. Я уже их выучила. Вы пара? Да, мы уже три года с Славикой паром. Так, ну вот мы и садимся. Итак, мы приехали в отель, и произошла небольшая проблемка с моей фамилией, потому что меня записали здесь в отеле как пушман, как гостя. Но по моим документам я-то не пушман. Офигенно, посмотри, здесь есть кофе. Смотри, какие классные. Ого, какой большой номер. Так. И туалет с офигительной дверью. Наконец-то. Да, ладно. А то обычно у нас прозрачные двери, либо их нет, и... Да, хороший. Дверь непробиваемая. Единственное, меня смущает, почему здесь нет телефона. В случае непредвиденной ситуации, куда мне звонить и кому обращаться. Так что вот такая у нас с вами получается. Эй, а вот такое, кстати, я люблю. Мне кажется, это модерновым. Так, ну и, конечно же, давайте взглянем на кровать. Вот здесь мы будем тусить. И подарки для пушман и басюль. 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 Живенши, вы наши любимые. Спасибо, дорогие. Спасибочки. Тут какая-то записка. Ладно, давай посмотрим, что нам подарили. Класс. Может, откроешь? Я хочу посмотреть. Так, давайте посмотрим, что Живенши подарили мне. Вот такую штуку мне подарили. Это коричневая тушь вот с такой щеточкой. Хочу попробовать. Вот такие духи подарили Славе. Давай. О, мне нравится. Классные, свежие, офигенные. А ты брал духи с собой? Свои как раз мне. Класс. Так что вот такие у нас подарки. Вот такой у нас номер. А сейчас мы немножко передохнем, переоденемся. Напишем, радуем, что мы живы, здоровы. Почистим мандариночку. А это от отеля похоже. Мне нравится мой номер, что я даже не хочу смотреть номер Калины с Оском. Обычно я всегда хочу знать, какой номер у них, потому что если оказывается, что у них номер круче, чем мой, я должна испортить себе всю поездку и быть постоянно в плохом настроении, что мне достался плохой номер, потому что я такой человек. Да ладно, на самом деле я выросла из этого. И так было один раз в Швейцарии. Это было очень грустно. Ну ладно, пока. Я немножко навела марафета. Как сказать, немножко, дофигища. Вот, тут на самом деле не так холодно, как я одета. Но я люблю, когда мне тепло. И это реально проблема, на самом деле, потому что я не могу, как Карина, раздеваться и фоткаться, пока мне холодно в классных луках. Мне обязательно надо, чтобы мне было тепло. Ну, я в шапке. У меня черный шарф такой же. Красные кожаные лосины. Ботинки из рандеву. Офигенские мои любименькие. Классные. Я взяла три пары новых ботинок из рандеву. И вот такая классная у меня сумка от Пинка. Просто восхитительная, посмотрите, как она блестит. Кайф, да? Я просто влюблена в нее. А тут мой красавчик. Погнали. Мы уже приехали в ресторан. Вы же все хотите стейк, да? Да-да-да. Слава заказал на нас двоих такой салат, потому что у нас еще стейки. И мы просто хотим попробовать этих крабов. Так, сейчас я буду пробовать улику. Я такое боюсь и такое не люблю. Я такое даже не рискую пробовать. Это знаешь, что мне не понравится. Она выглядит жестко. Она такого мерзкого цвета. Не, она очень вкусная. Я не верю в тебя. Давай. Так. Я очень боюсь. Давай, давай, давай. Не бойся, она только внешне. Вкусно, вкусно. Вкусно, вкусно. Я ее жевала и жевала. Она была горячая. И знаете, я не люблю грибы. Не помню, когда последний раз ее ела. Но было ощущение, что грибы. Вы ели грибы? Вы любите грибы? Помни было? Я как Миди. Ну, вкусно или противно? Ну, я такое не люблю. Но в целом это не самое плохое, что я ела. Такое ощущение, что это какой-то... Вот я не ела жульен, но по ощущениям, как будто жульен. Но я его не ела. Очень умно сказала. Это напоминает грибы. Такое какое-то вареное мясо жуется. Воняет? Рыбой воняет? Да. Марк, нет, чем? Нет, рыбой не воняет. Дай, по-либо, почему? А, ну, она готова? А ты какая думала? Живая? Ну, ты что, с ума сошла? Я бы на такое не решилась. Ты ела вообще-то... Где? В Женеве ела я жульен. Нет. Не живую, а как это называется? Сырую. Сырую. А мне что? Знаете, потому что столько чеснока и специй на ней. Да? Да, что ты типа не понимаешь, что это улыбка. 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 На что похоже это? Не знаю, я уже второй ем. И мне нравится вкус. Типа они готовы, они в соусе. Мне было очень страшно это пробовать, но я просто боюсь, что вдруг когда-то у меня не будет возможности попробовать зелитку еще раз. Дай бог, чтобы она была, я ее не попробую больше, потому что я знаю, какой она на вкус, но я рада, что я это сделала. Но мне было очень страшно. Так, ребята, смотрите, вот такой стейк мне принесли. Это такая картошка. Фри. Выглядит необычно. Интересно. Она очень худенькая, я такое впервые вижу. Сейчас будем пробовать. Ребята, мы вышли из ресторана, вот оттуда прошли. И посмотрите, мы идем к Эйфелевой башне. Мы идем по подземному переходу, прямо к Эйфелевой башне. Я говорю, что мне не особо надо дотрогиваться до Эйфелевой башни рукой. Мы все равно пойдем туда. Мы все равно ее потрогаем вот так. Вот такой фокус, видали, ребята? Вот она, Эйфелевой башне, да, она дождь. Ю-ху! Ты красивая. Спасибо большое, мне так приятно. Ну что могу сказать про эту красотищу? Блин, она большая, оказывается. Вот почему она всем нравится. Посмотрите на небо, ребята. Я боюсь даже представить, если бы мы там были наверху, как бы она шаталась. У Оскла заморозились ушки, поэтому он придумал вот такой стилек. Ты как бандит. Как создается контент. Она очень красивая. Гори! Пока все делают классные фоточки Эйфелевой башни, я засниму вам вложек. Хотя, что вам его снимать? Хорошо сказала. Я и не знала сама, что я от путешествий классных зависимая. Сзади тебя пожиратель смерти, Дементор. Вот смотрите, ребята, вот этим мы торгуем. приезжаем в Париж и торгуем вот этим. Эх, у меня есть уже такие. Не, не, у меня есть такие. Спасибо, друг, спасибо. Я просто контент снимала. Бесчувственная стерва. Ну сколько можно здесь ходить и предлагать мне один евро? Нет, нет. Он говорит тебе, купи за один евро. Да я знаю, знаю. Оск, я нашла тебе шапку. Вот эту розовую с блестками. Она в самом углу стоит. Борис. 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 Вставай и Борис. Еще, видите, этот дым. Его называют еще облаками. Второе название. В какой-то день мы пойдем вон туда и оттуда будем фоткаться на фоне эфири в башне. Там все фоткаются. Чтоб клево ее было видно. Оск, помоги, пожалуйста, вынес. Я... Девять утра ровно. И мы заказали завтрак. Боже, ребята, я просто не могу. Какая же офигенная кровать здесь. Она запоминает мое положение. Видите, взяла и запомнила. Итак, ребята, смотрите, я купила термобелье. Посмотрите, я уже готова, уже одета. Вот прям готова выходить. А Вячеслав Басюль, что ты делаешь? Коре, а? Какой тут бар. Да, какой здесь бар. Оказалось, что это... Не, не, не вытаскивай. Охренеть, датчики стоят. Понял, да? Да. А зачем ты достал сзади? Я не знал, я не видел, что здесь датчики. Молодец. Плати. По счетам своим плати. Я ничего не сделал. Солнце, одевайся. Да, Зай, да, я положу, хочу положить. Зай, насколько по 10-баттной шкале ты оцениваешь мой лук? На 200. О, спасибо. С которым я живу. Короче, мы вышли... А, они чужие, не знаю. Мы вышли из отеля, наконец-то, но идет дождь. Посмотрите, какая досада. Мы об этом не знали. Да знали, на самом деле. Вот, расстроились, но что поделать? Вот. И Слава такой говорит, давай зонтик возьмем в отеле. Походу, они не наши. Топудово не наши, но вдруг отели мы думали взять. Мы хотим просто пофоткаться сейчас на улочках Парижа. Мы далеко прям не пойдем, потому что погода, сами видите, какая. Мы зашли до Триумфальной Арки, пофоткались там, но до этого зашли в кафешку, взяли кофе. У меня камера была в рюкзаке, поэтому, короче, я ее не стал доставать, потому что я еще истории соснимаю, чтобы как бы разное вам показывать. А то одно и то же. И в историях, и во влоге это будет не очень. Вот поэтому я обычно очень редко раньше снимала истории, но сейчас я их снимаю очень много, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. Каждый день у меня выходит очень много историй. И с ответами на вопросы, и моя личная жизнь, и дом, и мои тусовки, гулянки. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы следить за этим всем. А сейчас мы направляемся прямиком в отель, потому что у нас сейчас будет обед. Я думаю, что у нас будет какое-то время, чтобы собраться, подготовиться к мероприятию с дживанши, где нам должны показать новый аромат духов. И я этого очень жду, потому что нам обязательно подарят эти духи, чтобы мы ими пользовались, пробовали. И я этого жду, потому что я ими буду пользоваться и буду их пробовать. И, кстати, вообще я в своих сторис уже говорила, что я обожаю ароматы дживанши именно. То есть даже не так косметику люблю, как именно вот духи. Вот, пока мы идем, наверняка сейчас увидим еще какую-то красивую улочку, место, где можно спотографироваться на фоторужье. Вот, а еще я заметила такую вещь, что никто здесь, в Париже, не ходит в таких шляпах, как я. И я славяю грустно, что мне кажется, что тут только приезжие носят такие шляпы. А те, кто в Париже живет, они вообще, мне кажется, забили уже на этот тренд, тему. Не, ну шляпка это, конечно, прикольно, но нафига, да? Я ее просто взяла, потому что стиль Парижа, что поделаешь, вот, понимаешь? А посмотрите, какое огромное облако, сейчас вам покажу. Огроменное облако на весь Париж. А там маленькие детки облаки. Такая шляпка у меня, шарф я купила в H&M. Хороший, теплый, черный, обычный шарф. Вот эта курточка у меня, то ли пинка, то ли айс. Что-то такое, короче. В инсте увидите по хаштегам, понял? У меня пинка, офигенная сумка, я в нее просто влюблена. Вот, а еще покажи мои классные ботинки. Пока они такие чистые и неубикые. Это рандеву. Ого, соль, как красиво! Серьезно? Мы же не в России. В смысле? А что, так и в России елки бывают? Я вообще удивилась, что Париж нифига не украшен. Потому что недавно был Новый год, у нас в Москве еще все в украшениях после праздников. Видите? Несмотря на то, что зеленый для пешеходов, вот этот мотоциклист позволяет себе такую подлость и едет на зеленый для пешеходов. Вот, пока мы тусим, гуляем, Карину с Оском пошли на мастер-класс собирать цветочки. Так, вот мы встретили Карину с Оском, даже не дошли до отеля. Привет! 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 Ребята, расскажите, мы не виделись с вами целых с ночи вчерашней. Пока вы заказали себе завтрак в номер, есть с фризантами, цыганские. С креветками. Есть цыганские с перабиткой. Ё-моё! Слушайте, ты на грузинском заговорил? Нет. Вы фоткаетесь. Мы пришли, мы увидели вас с фотоаппаратом и побежали к вам через всю вот эту дорогу с криками Ви-ви-ви. А? Где вы были? Что хотели делать? Мы гуляли. Да просто тут по лучкам пофоткалась. Так что сейчас пофоткаемся на фотик наших друзей, потому что у нас нет фотика с собой и пойдем вместе в отель. Мы пришли на обед, сейчас будем делать заказ. Я и Карина, мы решили, что мы будем скачать картошку пюре с курочкой. Вот, сейчас Карина передает фоточки, которые мы делали. Если хотите посмотреть их, то заходите в мой инстаграм. Тут много всего прикольного. Пока, мы приехали на мероприятия. Шестой этаж. И стоим на французском лифте. Пока! Сзади нас лифт на два человека. Он очень странный, очень стрёмный. И мы, короче, тут скидывались на цуэфакто по ее первой. Как вы видите, мы проиграли. Даже тут так мало места, что я не могу руку вытянуть, только наверх. В общем, как вы видите, мы в лифте, видите, он такой маленький-маленький. Мне кажется, мы приехали. Да. Когда открываются двери, он еще меньше становится. Ничего себе, какая вечерина. вот, что мы видим. Живанши. Живанши. Привет. Вот такая красота здесь. Мы только что тут фоткались с Кариной. С ароматами Живанши. Живанши. Ух ты! Вау! Это что за няшность? Вы только посмотрите. Какая милость. Возьми этот розовый павкор. Вот, посмотрите, какой красивый вид из окна. И вот такая красотища у нас здесь. Это мальчики наши стоят. Так, посмотрите, как мы фоткаемся. Только что я так фоткала. Сейчас Карина. Это просто восхитительно. Короче, ужасно замерзли. Фоткались наверху на крыше вместе с этой левой башней. Руки они мели. Но, кстати, не так уж холодно, потому что я в термокостюме. Вот это. Очень удобно, да. Но все равно прохладно, конечно. Хотите розочек подарю? Да. Мы идем сейчас на ужин в ресторанчик. Вот эта зеленая это с Оско-тачка, синяя Слава и красная наша с Кариной. Ой, тут, кстати, очень красиво. Вот здесь все украшено под Новый год. Ну, точнее, под прошедший Новый год. Мы идем вот в этот японский какой-то ресторан Миско. Итак, нам принесли вот такой сет и суш, ролл и всяких приколюх. Но я это есть не буду. А, кстати, мы уже сидим в ресторане. Я доказала себе мясо, потому что я не люблю японскую. В общем, ребят, мы уже пришли обратно в отель. Хочу сказать, что мое настроение немножко опущенное. Не буду вам брать и говорить, что все прошло замечательно. В общем, в этом японском ресторане я знала, что мне не понравится, потому что я не ем японскую кухню и вот это вот все. Суши, роллы. Принесли мясо, оно было ужасно сырое, холодное. Внизу были грибы, которые я не люблю, не переношу. Сверху был соус, хотя Слава попросил, когда делал мне заказ, чтобы было без соусов и без всякой фигни. В итоге мы попросили, чтобы мне подогрели мясо. Когда мы говорили, мы сказали, что я не это заказывала. Я заказывала мясо с рисом, а мне принесли мясо со всякими подливками и с пюре. А потом мы попросили, чтобы мне сделали мой заказ. И в итоге, когда принесли мясо, оно было ужасно холодное, сырое. Да, там был рис. Рис, кстати, был теплый, а мясо холодное. Я была ужасно голодная, я хотела поесть. Три раза в итоге мы просили, потом мне не принесли рис, потом мне принесли рис. Ну, короче, я очень расстроена, потому что мне пришлось два раза пробовать ужасно сырое, холодное мясо. И в третий раз, когда мне уже принесли нормальное мясо, я уже не хотела так кушать И я не насладилась, скажем так, ужином Короче, вот, а сейчас мы уже в номере У меня натертые ноги Настроение вообще говнище полнейшее Надо собирать чемодан, потому что завтра мы выезжаем Ты пытаешься поднять мое настроение? Вот такой у меня был лук Я, честно говоря, не заморачивалась Я просто тепло оделась У меня под лосинами компрессионное белье Так что, ребята, увидимся в следующем влоге Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм Все ссылки в описании Будьте счастливы, здоровы и всем пока!